Я читала, почему не читала? Я по этому поводу думаю следующее. Если есть у человека конкретные факты о каких-то употреблениях депутатами, потому что сказано о депутатах, то это должно однозначно быть передано правоохранительные органы, чтобы они не только дали оценку, а и привлекли к ответственности. Или иных лиц, будь они просто депутаты, или они имели какие-то должности. Это первое. Второе. В отношении того, что человек сказал, что взял такой большой термин 20 лет, я бы его поддержала только в отношении последних лет. Что действительно имеют место договорники, действительно имеют место всякие разные незаконно принятые решения сессии областного совета. И мы об этом, к этому однозначно будем возвращаться. Время все расставить по своим местам. Вы на себя восприняли его заявление? Нет, ни в коем случае. Он совсем точно с вами вступал в конфликт, выступал, вы на него жаловались, то есть мог ли он иметь в виду вас? Поэтому интересно вот в этом смысле ваше мнение. Вы знаете, я на себя не могу воспринять такие слова по одной единственной причине, что если бы у моих деяниях было где-то нарушение закона, об этом бы знали бы давным-давно все и вся. Вы же знаете, это не является секретом, что вся моя деятельность, она все время находится под большим увеличительным стеклом. Я думаю, что человеку что-то стало известно. По большому счету, я хочу сказать, что областной совет делегировал в конце прошлого столетия полномочия исполнительной власти область администрации. Это, если не ошибаюсь, был в 1996 год. Вот. Поэтому, если где-то он и увидел эти нарушения, то однозначно они вряд ли касаются, не вряд ли, а не могут касаться депутатского корпуса. Это может что-то касаться только исполнительной власти. Ну, и последнее, что хочу сказать, что прежде, чем кому-то давать оценку, надо очень внимательно посмотреть на свои деяния. А что ты конкретно сделал? И делаешь ли ты что-то для того, чтобы о тебе не сказали то, что ты сказал о ком-то, о депутатах. Поэтому я спокойно отношусь... Насколько корректно его поведение по отношению к депутатскому корпусу, в том числе на комиссиях? Поведение всех замов, головы область администрации является некорректными. Я заявляла на третий, что они на депутатов и кричат, и рычат, ногами топают. Я об этом говорила с трибуны сессии областного совета. Я об этом говорила, что если у человека нет аргументов, он кричит. Так вы же, уважаемые, готовьтесь, готовьте вопросы, имейте какие-то аргументы, а потом рычите, кричите и все остальное делайте. Хотя это никого не красит. Никого не красит. Поэтому о их некорректном поведении я говорила, и говорю, и буду говорить, что такой неконструктивной работы и с замами губернатора, как сегодня есть, с областным советом, вы знаете, на моем веку я не помню. Может, когда-то где-то, ну, такого не было. Такого неуважительного отношения к депутатскому корпусу, просто-напросто, ну, я не видела. Ни при одном губернации. Были разные отношения, было разное во взаимоотношениях. Но, чтобы вот так себя вести, ну, такого не было. Кстати, Кентракева я не выделяю. Они ровным счетом ведут себя все одинаково. Продолжение следует...